Всем привет, друзья! На связи 5 элемент. Уже совсем близко зима. И чем заниматься этой зимой? Кататься на лыжах, играть в снежки? Ну, с нашей зимой, может быть, и не получится. Но вот точно, что получится, это поиграть в классные компьютерные игры. И, соответственно, нужен очень хороший помощник этому. И сегодня у нас на обзоре Acer Predator Helios 300. И знаете, что про этот Predator сказал сам Шварц? Ну, ты производительный ноутбук. Соответственно, распакуем, посмотрим и затестируем. Поехали! Черная коробка, открываем ее. Чемодан. Здесь у нас... Ох! Картонная большая коробка, видимо, там зарядка. Красивая, уже прям можно отсюда сказать, что красивая коробка Predator, в которой находится сам ноутбук. Вот такая она матовая, приятная на ощупь. И что здесь есть еще из интересного? Это вот такой конверт, тоже с логотипом Predator. Распакуем. Итак, макулатура разная. Система безопасности и так далее. User Guide, краткое руководство, которое нам, наверное, откроет глаза на многие вещи. Диск. Хотя в ноутбуке дисковода нет. Ну, я думаю, что вы можете повесить его в машину, как оберег от скоростных камер. Пускай будет, наверное. И самое приятное в комплекте, это наклейки Predator, которые посвящены фильму, который вышел совсем недавно. Ремейк старого хищника. Прикольно, вы можете отклеить, поставить, наклеить на ноутбук взамен оригинального логотипа. Почему нет? Поэтому это лайкосик. В конверте больше ничего нет, можем отложить в сторону. Итак, дальше. В коробке картонной у нас идет большой блок питания с розеточкой для зарядки. Он 180 ватт, он не маленький. И чем он хорошего, можно использовать в двух вариантах. Вот, например, если вы зимой не будете ходить в тренажерный зал, это вам не нужно. Вы взяли так в ручку, так покачали, и нормально. А еще ты такой лежишь под одеялом, холодно в квартире. Ты такой ножку на блочок ноутбука положил, и тебе тепло. Самое главное, что у нас здесь есть, это большая коробка Predator. В нем находится наш ноутбук. Прикольный, кстати. Это синтепон, наверное, называется. Очень хорошо сделано. Predator. Сам достаем. Наш ноутбук, он в шелестящем целлофане. Ух ты. Избавляемся от него. Вот так. Итак, вот такой ноутбук. Я могу сразу сходу сказать, что он глянцевый, и он заляпывается. Очень сильно заляпывается. И давайте поговорим, что же он из себя представляет с виду. Итак, встречает нас похоже на то, что алюминиевая какая-то металлическая крышка с логотипом Predator. Жалко, что не подсвечивается, но пойдет и так. Внутри ноутбука все наполовину пластиковое, металлическое. Верхняя вот эта часть, где расположены краны, пластиковая. Площадка, где расположена клавиатура, она металлическая и приятно холодит руку. Что можно еще сказать про него? О, снизу он тоже полностью пластиковый. Красные вставки, где размещается у нас выход воздуха из-под вентиляторов. Здесь у нас выход под, наверное, винчестер и оперативную память имеется. Вообще ноутбук выполнен в таком стандартном черно-красном цвете. Почти все игровые ноутбуки сделаны так. Почему же так? Пишите в комментариях, ваше мнение интересно. Хотя у производителя Acer, соответственно, у линейки Predator, есть специальная линейка, которая выполнена в белом цвете. Нестандартным для геймеров, там еще дополнительные фишки со 144 Гц экрана, но, может быть, это не всем нужно. Поэтому мы вернемся к нашему варианту. Итак, вес ноутбука не маленький, 2700 грамм, плюс еще зарядка достаточно тяжелая. Поэтому очень важно подобрать правильную сумку, чтобы сберечь ваши силы и вашу дорогую спину. Поэтому отнеситесь к этому очень серьезно. Ну, а мы ноутбук включаем. Пока ноутбук загружается, расскажу вам про все разъемы, которые на нем имеются. Первая – это правая грань. Здесь у нас разъем зарядки. Вставляется, кстати, зарядка туговато. Два USB 2.0. Также есть совмещенный разъем под гарнитуру, то есть микрофон, наушники. И давайте теперь перейдем к левой грани. Здесь у нас всего побольше. Итак, разъем под SD-карточку. USB 3.0, HDMI, USB Type-C стандарта 3.1. И LAN-разъем, который вот так вот делает. Ну, шире становится, понятное дело. И разъем Kensington, чтобы его никто не стырил. Вот. Никаких сканеров отпечатка или сетчатки здесь нету. Поэтому, в принципе, заход в меню самый стандартный. Нажимаем, заходим. И давайте теперь поговорим про экран. По экрану разрешение экрана Full HD 1920.1080. Матрица IPS. Цветастая, яркая, с хорошими углами. За ней приятно работать. Количество герц здесь 60, то есть не 120, не 144. Кому-то, если нужно больше, берите специальную линейку. Так, в целом, экран хорош. Теперь по звуку в ноутбук встроены два динамика сертифицированной компанией Dolby Audio. И, как говорят наклейки в машинах великие, Dolby нормально. Все частоты есть. И низ и вверх присутствуют. И уровень громкости на нормальном уровне. Но про-геймеры выбирают гарнитуру. И в этом отношении предатор красавцы. Потому что они предлагают все аксессуары, какие вам только угодно. Это им мониторы, это и гарнитуры, это и мышки, это и сумки. И даже, даже не побоюсь этого слова, по-моему, даже проекторы они делают. В общем, клево. Даже планшеты есть у них еще. Поэтому линейка действительно клевая. Поэтому о хороших аксессуарах тоже не забывайте. Клайтора здесь имеет подсветку. По стандарту подсветка красного цвета. И она здесь имеется в двух градациях. То есть вкл и выкл. Хотелось бы, конечно, чтобы цвета менялись. Но нету, нету ничего страшного. Потерпим, переждем. А вот тачпад, он по сравнению с теми моделями, которые мы делали обзоры. По-моему, это был Nitro и Swift Acer. Да. Здесь он, мне кажется, как-то получше. Он цельный, без отдельных кнопок левой и правой. Но тоже не кликается в верхней части, к примеру. Также помню, что настоящее решение для про-геймера это проводная мышка. С ними вы можете ознакомиться у нас на сайте по ссылочке. Ноутбук имеет мощное охлаждение, которое называется AeroBlade 3D. Что же это такое? Это два кулера, которые оснащены металлическими тонкими лопастями, которые максимально эффективно охлаждают систему, когда это необходимо. Что же нам придется охлаждать? Это шестиядерный процессор Intel Core i7 8-го поколения. Естественно, высокопроизводительный. С тактовой частотой 2,2 ГГц. Турбо-буст до 4,1. Неплохо. 16 ГБ оперативной памяти можно увеличить до 32 ГБ с помощью еще одной планки оперативной памяти. Что здесь еще имеется? Это две видеокарты. Первая, конечно же, встроенная от Intel. Вторая, дискретная от Nvidia. Это GTX 1060 на 6 ГБ. Пушка, гонка. Вообще, полный фарш. Отлично. В тесте производительности PCMark данная система у нас набрала 5000 с копейками баллов, что очень хорошо и говорит о том, что данный ноутбук годится более чем для 4К гейминга и еще для виртуальной реальности, о чем говорит наклеечка, которая изображена на корпусе. Что еще говорит информационная наклеечка? Так это то, что в системе ноутбука устроены две специальные антенны, которые позволяют ловить Wi-Fi более эффективно. Эта система иронично называется MIMO. Класс. Что по памяти, здесь у нас она гибридная, то есть два винчестера имеется. Первая HDD на 1000 ГБ и вторая это SSD на 128 ГБ. Система грузится достаточно быстро и SSD здесь хорош. Ну и самое главное, батарейка здесь на 48 Вт час, чего хватает на 9 часов воспроизведения видео. В принципе, производитель здесь не соврал. Емкость батарейки 3220 мАч и батарейка в 4 ячейки. Естественно, конечно же, мы сейчас подключим наш великолепный блок питания, чтобы тестировать его производительность на играх. Потому что от батарейки вы знаете, как тестируются игры. Кстати, если вы будете играть в игры без зарядника, то продержитесь примерно час-полтора. Итак, настало время протестировать этого монстра, этого хищника. И тестировать мы будем на новенькой Red Dead Redemption 2. И давайте включим ее. Итак, играем мы на ультра настройках. 60 кадров она у нас легко выдает. Текстуры хорошо прорисованы. В принципе, играется очень комфортно. Ты втираешь мне какую-то дичь. Шутка, конечно, пока бояре смогут в нее поиграть через пару-тройку лет. Ну а если у вас нет терпения, приглашаем вас к нам в интернет-магазин. Можете себе выбрать и консолечку, и диски. И вообще приглашаем. Ну а тестировать на самом деле мы будем на нашей игре, в которой мы тестируем все ноутбуки. Это Far Cry 5. Запустим. Кстати, пишите в комментариях, на какой игре еще стоит тестировать ноутбуки в наших обзорах. Будет очень приятно, если вы напишите. Спасибо. Итак, выставляем максимальные настройки. Как видите, запускаем тест производительности. Поехали. Но пока он тестируется, я вам расскажу про настройки низкие, средние и высокие. Что он выдает? Итак, на низких настройках у нас он выдал почти 100 кадров. Средние 75, высокие 72. Посмотрим, что у нас выдастся на максимальных настройках на ультра. Зашумел наш ноутбук и на максимальных настройках, на ультра настройках он выдал 66 постоянных кадров. Неплохо. Спросите, что по нагреву, а я вам сейчас расскажу. И расскажу, почему этот ноутбук в этом отношении очень крут. Итак, есть специальная приложуха, называется Predator Sense. Это фирменное приложение, которое позволяет нам сделать ноутбуком разные штуки. Первое, это управление вентиляторами. То есть можно их настроить, работать в авторежиме. В этом режиме у нас где-то вращение около 3,5 тысяч оборотов в минуту. Можно поставить максимальное вращение. Это... Слушайте, как зашумел. Максимальное быстрое охлаждение 6000 оборотов. Либо же можно в режиме пользователя тоже это настроить. Также есть специальная функция, которая называется Call Boost, которая будет еще больше повышать производительность вентиляторов при нагрузке процессора и видеокарты. Но самое главное и самое важное, что в данном ноутбуке есть функция оверклокинга. Если вы не знаете, что это, это, по сути, функция разгона компьютера, разгона его процессора. Здесь она имеется и присутствуют три переключателя. То есть это обычный разгон, это чуть быстрее, либо же турборазгон. В самом, естественно, производительном варианте это турборазгон. И что у нас по нагреву максимальному получилось, могу вам рассказать. Это, если мы говорим про видеокарту, 74 градуса. Если мы говорим про процессор, это 94 градуса. Вот так. Когда вы включаете максимальное охлаждение кулеров, то есть у вас показатели падают где-то на градусов 4-5 примерно. Вот таким получился обзор нашего хищного у вас компьютера Predator Helios 300. Что вы о нем думаете, пишите в комментариях. Также пишите в комментариях, во что и на чем вы будете играть этой зимой. Но самое главное, помните, что 5 элементов всегда на вашей стороне. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok